здравствуйте с вами канал максимадзе и reded redemption 2 продолжаем видимо работать на ферме собственно говоря у нас есть два выбора это и бигейл и этот get us по моему да david get us точно ну давайте тот кто поближе выберем ну и как ты да выживаю вроде бы на вот я кофе налью я ведь хорошо умеют делать только одно ты сама знаешь гробовщики меня любит а вот коровы не очень да не правда я же не скотовод я воровал лошадей а не растил угонял скот они разводил я тут газету читал и читал заметку про старая раньше бичерс хоу рядом с black water что в самом деле ну джек прочитал мне но я подумал может нам денег накопить и ассады к сумме банк взять какой банк самую голову цена назначена община я это понимаю но всякий раз как и кажется что мы чего то добьемся ты берешь демонстрируешь всему миру что ты не джимми милтон куда бы мы не приехали то одно и то же везде только обустроимся и тут ты начинаешь стрелять из револьвера опять я от этого устала но и размещалась немного позволь это хотя бы сделать просто кажется что это все безнадежно мне ты справляешься намного лучше милдон а у милтон м м м м м мистер гэддис попросил чтобы взяли повозку съездили в струбере и забрали на почте корреспонденцию для него о да конечно конечно я возьму с собой сына а то он разнежился эй лэн слот ну же дим раз уж ты есть голод может посылку заберешь на меня я платье заказывал кажется заказом на твое имя на мое кажется одно на твое другое на мое но покажешь один должен быть сколько же ты их накупил да какая разница глаская там же ладно лэн слот сейчас мы с тебя мужика сделаем только не перестарайся он же мальчик еще я просто получу его повозку водить за мы интересные реалии взрослой жизни мы приближем на потом ну что поехали какие-то там пацаны слушают свой музон который я не слушаю приятно выбраться из дома не так ли мне дома нравится но в жизни есть не только то что тебе нравится да нас это вы четко дали понять о чем тебе же не нравится жить здесь сынок все ты взял мне нравится просто мне тяжело вот все когда-нибудь стена поймешь может возьмешь полу я я передохну даже не просто не бойся так и что мне надо делать ну просто пока что и держи если надо сбить скорость то тени их на себя если нужно ускориться то встряхни их попробуй страу бери ну чё хватит с тебя да наверно так стройбери сейчас зайдем да знаешь я давно не видел чтобы ты так долго был без книжки в руках да в эти времена дети с книжкой в руках сейчас говорят что это же полезно сейчас а сейчас дети он сидят на диванах смартфонах мне кажется детям сейчас нафиг не надо кроме вот этих компонтеров смартфонов это на а это начало двадцатого века ничего такого не было все было по-другому все было гораздо проще не было никаких электронных штучек этих всяких но тогда выше но что он нос смысле подожди здесь я сейчас будешь хорошо себя вести но тогда выше но что он нос может быть я тебе помню обратно дает о да что не дожди он не хотя это вроде бы говорить не кажется здравствуйте я пришел чтобы им мое мое имя дим милтон про джим милтон да на вашем месте ничего нет она другое марстон джон марстон есть долго просто объяснить а джон марстон марстон да не ничего тоже нет а как насчет абигейл робертс абигейл робертс абигейл робертс Ладно, сейчас посмотрим. О, есть кое-что. Посылочка. Я еще должен забрать посылки для ранчо Прогнахорна. Меня прислал Дэвид Кейтс. Ранчо Прогнахорна. Да-да, подпишитесь вот здесь. Для вас много тут всего пришло. И да, я вам помогу сейчас. Я возьму эти. А вы берите остальные. Вот, давайте я вам помогу, мистер Марстин. Да, только меня теперь называют все Милтон. Долго объяснять. Ну, как скажете, мистер Милтон, это не существенно. Берегите себя и передайте Геддесу мое почтение. Большое спасибо. Ладно, погнали отсюда. Все нормально, пап, да? Да, надеюсь. На, вот, Фаулоги возьми. Даже не знаю. Да давай, тебе понравится. Просто приложи немного усилий. Ладно, пап, хорошо. Давай, поехали. Я расслаблюсь. Мы возвращаемся в хором, да? Подожди, мы проделали этот путь, а сейчас обратно поедем? Похоже, что поединение и по кончу я скучал больше, чем мне казалось. Ты не хочешь зайти в магазин или в салон куда-нибудь еще? Мы возвращаемся. Ты понял меня? Я же сидел в этой повозке бог знает сколько времени. Но, никаких но. Не останавливайся. И следи тобой за дорогой. Да, 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 да. Ох, спасибо. Слушайся, отца. У меня свои причины есть, если даже не хочу говорить о них. Я ничего не делаю, я повозку не веду. Слушай, если я говорю, давай поживее, то гони. А если я говорю, помедленнее, то тормози, понятно? Да. Давай-ка сейчас побыстрее, чуть-чуть побыстрее. Просто я не хочу слишком долго затягивать. Да и к тому же дождик пошел. Подождем, да некомфортно. Джеку 12 лет, я смотрю. А у него голос взрослее, чем у меня. Ну, может кто-то не согласится, конечно. Простите, вы это мне... Да не-не-не-не, езжай дальше. О, да. Вот бы у меня сейчас был бы дождь, потому что я бы хотел, чтобы он смыл пыль тут из березы. За которую у меня нос закладывает. Что-то мне там прислали, но... Потом посмотрю. Это не срочно. Мне что-то не хочется ехать тут. Да, дорога ничуть не хуже всех других. Убери, куда хочешь ехать, и лошадь. Просто поедет туда, куда ты ей прикажешь. Кажется, лошадь перепугалась. Да не волнуйся, все хорошо. Че, это еще кто такие? Ничего, езжай дальше. Не обращай внимания. Просто, наверное, любые... Просто, наверное, левые люди. Да, понятно. Че? Не оглядывайся. Эти люди следуют за нами? Так, тихо, только спокойно. Видишь, там упавшее дерево. Как проравняешься с ним, останови повозку и прыгай на землю и прячься. Баба, ты должен сделать точно все, как я сказал. Вот, давай, вот здесь. Скорее, прячься где-нибудь. А я разберусь. Сынок, жди меня здесь. Сиди тихо и помалкивай, пока я не обращусь к тебе, ладно? Да. И прыгнись. Господа. Парни, что вам надо? Да, мы просто поболтать тут хотели. Ты Джон Марсон, да? Ты на него так похож? Я не понимаю, о чем вы. Я тут гуляю со своим сыном. Это ты пару месяцев назад убил одного парня у нас. Да нет, я не понимаю, о чем вы говорите. Это произвол. Это же мой брат был вообще. Мне очень жаль, друг, но он пытался ограбить меня. Ну, ты высказал свой мир. Ты лжешь, убей его. Сволочи, бля. Все в порядке, не волнуйся. Что? Почему? Да, не бойся, не бойся, не бойся. Пошли отсюда. И не оглядывай, не открывай глаза. Давай, давай, поехали. Давай, назад, 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 назад. Я сказал тебе, не смотреть, бля. Они死ны? Да, блин. Возьми себя, сын, в руки. Не было выбора, кроме как. Ты был очень храбрым. Очень храбрым, действительно. Сделал все, как я и сказал, да? Если ты не послушал меня, могло бы еще хуже закончиться. Тише, тише. Твой брат был. А после него сразу же и ты пошел. Я вообще хотел сразу, как только он открыл огонь, сразу же застрелить его с одного выстрела. Но у нее без способности не удалось, так, к сожалению, сделать. А жаль, кадр бы классный получился. Слушай, знаешь, твоя мама хочет, чтобы мы купили старое ранчо, да? Ты читал об этом ведь, да? Как оно там называлось-то? Название не помнишь? Питчерс Холл? А, Питчерс Холл. Рядом с Блэк Уотером, да. Тебе это нравится? То, что у нас раньше с тобой? Не знаю. Да, представляю себя. Ты сын владельца ранчо. Как Дунган Гелес. Я не был в этом уверен, но такая жизнь нам будет по душе. Ухаживать за лошадьми? Если это лошади твои, так... Верно. Неворованные, естественно. Ладно, приехали. Это была насыщенная событиями поездка. Пойди с мамой поздоровайся, там я не знаю. Ну и как прошло все... Что случилось-то? Да. Это... Я не... Нас... В нас стреляли. Что? Что случилось? За нами начали следить, потом мы... Кто за вами начал следить? Видимо, кто-то меня узнал. У нас не было времени обсуждать это. Мон сын. Наш сын. Я... Это из-за твоего платья все. Да это даже платьем-то не было. Это подарок для тебя вообще-то был. Просто делай что-то одно. Две жизни ты не проживешь. Это все, что я сказать хочу. Артур Морган как-то нам давно-давно сказал такое. Так. Естинный выбор, что у нас остался, это... Гэдис. Мистер Милтон, мне надо поговорить с вами. Мистер Гэдис. Я так понимаю, инцидент еще произошел с бандой лорами? Да, было дело. Они хотят запугать меня. И что, страшно? Ну, немного, да. Я много вложил в это место. То есть не только землю и про семью. Это сложно объяснить. Да, я понимаю. Я привезу все силы, чтобы вас защитить. Знаю. Как там ваша семья? Нормально. Мне, наверное, пора к ним. Да, разумеется. Ну, и как все прошло? Да, нормально. Легче ты стал? Да, я просто устал. Да, знаю. Кто-нибудь добавки-то хочет? Нет, я сыт. Я по мистеру Пирсону скучаю. Ну, ты свинья, Джон Марсон. Ладно, поздно уже. На боковую пора. Спокойной ночи, Джек. Да, спокойной ночи. Что? Это еще что такое? Ты что там делаешь? Свою работу, Элигейл. Запри дверь. И никому не открывай. Они схватили Диккенса. У конюшни. Ушки-то нету. Кто это сказал? Сейчас я... А, вот проход. Я не вижу ничего. Слушай, пошел нафиг. Я тебе сейчас как... А, и ты. На. Давно... Давно вы хотели завоевать раньше себе, да? А что будет, когда я задушу тебя? Они убили мистера Толберта. И узнали... Угнали мой скот. Вы целые ребята? Да. Джим Милтон спас мне жизнь. Это мистер... Да, конечно, мистер Милтон. Но он правда думает, что удастся запугать? Да, мы пойдем с вами, сэр. В том ты проживешь? Да. Я знаю, вы можете за себя постоять. Берите оружие и займите. Оружие? Сейчас не время для этих игр. Нам нужна ваша помощь. Мы... Ты... Вы этим занимались раньше? Как вас там зовут? Это страна, где людям еще шанс дают. Да. Открывай, это я. Что случилось? У мистера Геддиса. Скотт увели. О, как мне жаль. И что ты собираешься делать? Мистер Геддис нам помог очень. Мы... Я... Ты что делать собрался, а? Свою старую работу не беги. Работу. Как бы я ни хотел. Я пойду первым. Это будет последний раз, когда мы про них услышим. Че ты встал-то? Иди давай, блин. Тут опять что-то шлет мне, блин. Так, слезаем лошадей, дальше пешком пойдем. Кей. Вон, там, впереди. А, вот и карповый. Спереди пара охранников есть. Ну, еще с того края, еще, наверное, парочка есть. Поближе подберем сейчас. Да, охранников там очень много. Да, охранников там очень много. Я пойду к ним. Том, ты поднимись туда и постарайся нас прикрыть. И ты попробуй обойти их и подобраться с тыла. Я дам вам минуту-другую. Да, 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 хорошо. Эй, ребята. Вы заходили в гости на наш раньше, а я ответственный визит решил вам сделать. Если вы такие крутые, то давайте побеседуем. Не хотите беседовать? Ну и пожалуйста. Камень, 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 быстро, быстро, камень, камень, камень. Давай. Давай. Вау. Здоровья-то мало вообще. Дайте-ка мне другую пушку, вот и тут лучше. Быстрое лекарство какое-нибудь, блин. Вот это даже. Я не против, буду и съесть. Так, в то укрытие теперь быстро давай. Что-то я никого из... Тех, никого из стрелков не вижу, ну кроме того, которого я сейчас стрельнул. Остальных пока что-то вообще никого нет. И закрытие выходить довольно опасно. Потому что здоровья у нас так уж и много. Блин, вот жалко, никаких гранат нет. Они там прячутся и фиг попадешь. Так, с той стороны теперь еще стреляют. Давайте в ящик. В ящик, в ящик, давай быстро, блин. Не очень-то надежно. Укрытие, правда, вот этот ящик, потому что... В голову попасть там могут. А голова это самое уязвимое место. В туалет, в туалет, давай быстро, быстро, в туалет. Я серьезно, я не вижу никого вообще. Ой, туалет-то рушится. Как я давно в Red Dead Redemption не стрелял, я разучился немного это делать. Быстро, быстро, в то укрытие, давай, 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 давай. На, зараза. На, зараза, я сказал. А, вот, с вышки стреляют. На, зараза. Блин. А, сверху стреляют. Еще один где-то там. Один сваливает. А, нет, не сваливает. Все, готовы? Джим Милтон, ах, ты скотина. Я вижу тебя. Ты пожалеешь о том, что сделал. Ты поплатишься за все. Ты и твоя жена. И все, кого ты любил. Да, это человек, который стрелял в меня. Я разберусь, а вы скот. Так, командиры где-то здесь, да? Эй, мужик, я знаю, что ты тут. Ты где? А! Ты... Ты грезный кусок. Дерьма. А. Блин, неужели я не могу пушку достать? Этот парень умеет драться. Полу... Ты знаешь, вот твои жена... Вот женщина, которая ни разу в жизни не ездила верхом. И придется с таким вонючкой иметь дело. Передаю, что я пущу пулю к ней в постель. Если она сначала искупается в вечернем навозе, чтобы смыть твой вонь, ты деревенщина. Да заткнись ты, говно. Последняя фраза, это я, типа, ему сказал сейчас. Потому что несет какую-то чушь, блин. Серьезно. Поехали. С этими тварями покончим. Пушки забирать не буду. Мне их пока хватает. Ну, скорее всего, стреляться нам еще точно придется. Сейчас вернусь домой. Кобигейл. Она вообще недовольна будет, да? Я в этом абсолютно уверен. Сомнений нет. Никаких. О, вернулись. Вы показали себя молотом, мистер Милл. Этот человек сражался как зверь. Он нас спас всех. Да. Да, это еще ничего. Ты. Вы спасли мою... Да, не надо ничего говорить. Я просто выполнял свою работу. Думаю, сегодня они уже не вернутся, но... Эйб, надо, чтобы ты покараулил на всякий случай. Если увидишь или услышишь, то выстрелит три раза. Три раза. И мы прибежим. Путь сделан. Прекрасный мыль сислю. Спасибо вам, мистер Миллтон, большое. От всего сердца. Рад служить, сэр. Нима. Идите, отдохните. Спасибо. Да. Че? Ну че? Неужели у меня выбор был? Ну, ответьте мне. А? Че же я должен был сделать? Дать им погибнуть, что ли? Непостижимо. Эй, мистер Джим. Мистер Джим. Мистер Джим. Эй. Как там, курьер-то, пришел? Он там, рядом с домом. Да ну? Серьезно? Ладно, спасибо. Это для вас? Да, понятия не имею. Ну, вряд ли кто-то мне там кучу денег подарить решил. Да, я его увижу. Прошу прощения, мистер, я Джим Милт. Да, говорят, у вас телеграмм для меня? Да, конечно, вот. Распишитесь вот здесь. Спасибо. Джим, если ты тот, которого я знаю, это Сэдди Адлер. Надо кое-что обсудить. Деньги хорошие. Приходи в салон Валентайне. Обычно я там. Сэдди Адлер, да? Ох, чтоб меня. Сэдди Адлер. Эфигейл. Ну и где? Вы. милый джон написать это письмо мне помогла одна женщина из деревни у нее были свои проблемы но другой разговор послушай я просил у тебя но это ничего не изменило я исправила все что могла в надежде что ты повзрослеешь ты знаешь я тебя люблю я тебя люблю но я не могу терпеть то что ты делаешь нам опять приходилось за твоего поведения сбегать у нас с тобой и сын у меня есть сын я слишком люблю нашего сына чтобы позволять ему видеть когда ты такой я так много мечтала джон надеялась что ты изменишься мы видели все что бывало с теми кто не менялся но ты или хотя бы часть тебя с упростом одержима да я тебя слишком люблю чтобы наблюдать это все до эбигейл это они не понимают не мог же я позволить жителям этой деревни погибнуть они бы и нас бы ради рано или поздно бы уложили выбора бы точно не осталось где ваша жена мил да нет я видел что она уходила с мальчиком и со всеми вещами чего у вас там стряслось вы женатыми среди неудивительно она вас с девкой что ли другой застала или узнала что вы постреляете их ребят строгере что вообще за человек джим я семейный человек я да умею стрелять и те люди стреляли да я просто спросил да не надо спрашивать разве мне жаль тратить свое время на сплетни чужом брать да пожалуй нет не есть чем заняться главное чтобы вы лежать не собрались я никуда не ухожу я пришел чтобы накопить денег и дать и то что она хочет а что она хочет она хочет свой дом сказал что присмотрел участок на бич оскол вы хотите завести свою ранчу да вы с голоду помню займитесь делом это отвлечет от мыслей неужели опять убирать дерьмо как я ненавижу это делать это далеко вообще нет ам тут да точно убирать говно опять это очень напоминает кстати сюжет из gta 5 где от майкла тоже семья уходит но там другие были немножко причины жена майкл один раз застукала его со стриптизерши и потом она с злоупамятного и изменяла и ему самому на протяжении а потом просто с детьми от него ушла но все-таки вернулась надеюсь что и джону семья тоже вернется я надеюсь на эту музыку авторских прав нету а то в серии под названием мимолетная радость была музыка на которую были авторские права им видео пришлось на другой канал перед переносить несколько месяцев спустя но как много ну достаточно знаешь я насчет тебя ошибался из тебя отличный работник джим милтон получается спасибо очень приятно слышать мне нужно с гедосом поговорить может он советом поможет я уверен он с радостью тебя выслушает спасибо диггинс да когда я же это задание закончится уже надо серию заканчивать эй сынок как поживает тот бык да хорошо твой дец дома я могу поговорить с ним да конечно я позову пап да да я здесь чего тебе милт простите что потревожил вас да и пустяки моя жена только что начала свою утреннюю речь мы их бесконечных недостатках думаю подобное с каждым мужчиной случалось да пожалуй моя жена тоже не одобряется в мои решения очень нет вы верите что человек может измениться это ты к чему ведешь ну как бы вам сказать я пытался стать хорошим работником упорно трудился чтобы защищать вашу землю да мы вам благодарны да и вы щедро платили но тут такое дело я хочу построить свой дом чтобы доказать жене что я изменился да понимаю но мне не так много денег и я не прошу дать мне взаймы я думаю что вы помогли мне советом в банк взглянуть суду может я просто хочу купить ранчо и все я его знаю да конечно я буду рад помочь но послушаем его совет бери свои деньги и купи билет на пароход поезжай в бразилию и навсегда забудь о семье а я пошутил сынок в банке обратитесь к канцелю Атертона он мой дальний родственник назови мое имя скажи пусть спросит прямиком меня и ты получишь все что нужно спасибо сын ну я тоже был молодым и глуп когда ты вернешься семью а ты я ты 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 Че-то с графикой проблемы Как будто только что сейчас были Так Ладно Есть у нас два выбора Которые мы Будем выбирать уже в следующей серии Отправиться в Blackwater Банк Заглянуть Ну или кстати Адлер поехать Это мы уже будем делать В следующей серии А пока что всем спасибо за просмотр С вас лайкос подписался С меня эпичные видосы Подписывайтесь также на мой запасной канал Ой не запасной канал На стримовский канал На канал с удаленными видосами тоже И вступайте в группу вконтакте Всем пока